Так, ну вот он, саркофаг. Куда-то едем, наверное, в город уже. Ну вот и Припять, наверное. Унижаем в сам город. Это жестяк. Собака какая, те лапы у нее толстые. Они тоже в штате. Вохар. Куда от стадиона? Заедем? Хорошо. Вот это пройдет по ширине, да? Хорошо, я перебегу, пусть я встречу в центре. Хорошо, давай так, мы же пробуем через колесо заедать, если не получится, то все. Да, не думал я, что тут окажусь. Шестяк вообще, подъезды. Своими глазами вы понимаете, совсем другое восприятие, чем когда ты это смотришь. Вот садик. Садик. Ёлки-палки, это жесть. Видите, тут накатанные. Представляете, летом это все. Это сейчас хорошо видно. А летом это все Заросшее все в зелени. Куда поехали они? Направо. Даже стекла есть еще. В некоторых квартирах повыше. Это же люди приезжают, наверное, в свои квартиры могут посмотреть. Зайти. У меня прошло детство. И не только детство. Такого в мире нигде нет, наверное, больше. Ребята, буксуют. Ух, снег. Какой жесткий, слеженный. Резанул я вправо. Немножко. Второй. Огромный город. 150 тысяч, насколько я помню, жил человек. Кстати, вспомнил. Хотел рассказать вам, но что-то помешало мне. Был я на атомной станции, на Крымской. Есть фотографии, покажу, как-нибудь. В далеком 98-м году. И тоже Щелкино построили целый город. Только он не вот так, как здесь брошен полностью. Опа. Стоп, поворот. Брошен не так полностью, как здесь. А в переносном смысле брошен, потому что люди со всего Союза приехали обслуживать Крымскую атомную электростанцию. Должны были ее же вот-вот запускать, уран только завести, и все, было все готово. И ее закрыли. Людей просто в город заселили, бросили. Ни работы, ничего. Я там общался. Я не помню, рассказывал когда-то. Познакомились мы с женщиной. У нас тогда два бультери, бультерьера было сейчас один. И кто-то ей сказал, что на берегу стоят люди с двумя бультерьерами. У нее тоже бультерьер. Она пришла, рассказала, познакомились, рассказала вот эту историю, как их оставили просто без работы, без средств существования. То есть вы можете себе представить, квартиры двух-трехкомнатные, тысяча долларов, две тысячи долларов. Это на берегу моря город. При нормальном подходе государство, конечно, можно было развить там туризм, места. Это Казантип, мыс Казантип, Щелкино. То, что я рассказываю. Ну, а мы в Припяти. Шестяк. Так, не вижу, куда ехать. Наверное, направо. Ребята оторвались от меня. теперь я один тут. Собаки бегают. спрошу, куда поехали. Да, вот тут, наверное, яркий был, был бы тур, когда снега навалило, часто подтаяло. я пока оффроудом позанимаюсь, по кругу. Спросил, куда поехал бусик. Где-то назад. где-то я их потерял, короче. Ребята очень шустро перемещаются. А, вот Мерседес стоит, вижу. Не хватало потеряться тут в Припяти. Но тут как раз нормальный оффроуд, я вам скажу. Им посложнее. Мне, мне тут как раз то, что нужно. Видите, как природа просто захватила город. Все, все заросло. Неожиданный сегодня оффроуд. Хотелось тут побывать уже давно. Но как-то все вы знаете, все времени нету, все завтра потом. Завтра послезавтра. Жестяк вообще. Мы тут выглядим нестандартно, конечно. Наш коллектив выглядит. Я думал, вы уже меня тут оставить хотите, блин. Так держите за мной. Да я же так быстро не могу. Так быстро, я 40 не был. Да 40 это по проспекту Победы я только могу ехать. А колесо тут я не вижу. Обзор ограничен в ОАЗе. А вот это колесо всемирно известное. Ребята переживали, что мне тут очень узко. Нормально мы тут едем. Вполне. красивый город был, наверное, и сейчас красивый. прямо вовнутрь. колючая проволока колючая проволока есть даже чуть-чуть. Когда-то, наверное, нельзя было здесь ни ходить, ни ездить. всемирно известное колесо. Ну, меньше, чем в Киеве или такое же. Они все стандартные. Да? Или это я вырос просто с тех времен, наверное? Мне кажется, эти шунод резине у них следующий план, наверное, запустить, чтобы колесо работало, я думаю. Или нет? Надо как-то с ними связаться, чтобы сказали, когда, чтобы мы подъехали на ОАЗе. Вы можете на ОАЗе с ними заехать вместе. Думаю, будет весело. Я уже дорогу знаю, да? Да не, конфискуют же, но только официально можно. Да, много раз я в Ютубе видел это колесо. Это был парк, вон еще карусели есть. Сейчас пойдем посмотрим. Сашу спросим, катался он в детстве здесь или нет. Саша, а вы были здесь, когда оно было все новое? Был. Да? Да. И на чертовом? Ну, в смысле, или его не было еще? Было, но не запускали официально. А, не успели, да? Да, готовили. Дело в том, что я сейчас не экскурсию провожу, поэтому немножко сложно переключаться с работы, ну, с задач, которые стоят на... Я понял. С разными задачами. Заскаливает и туда. Заскаливает, это немножко все-таки другие уровни. В принципе, на этом приборе невозможно. Но это не означает, что это безопасно. Отсюда хорошие колеси. Лодочки. Давайте, 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 персонаж будет, как бы, он как бы, это у земли выше, да, получили? Как в парке Победы, вон и машинки даже есть. А что вот это за здание? Дорец культуры. Дорец культуры. А где... А, вон эти известные 16-ти этажки, да? А их две или три? А, не, еще же другие есть же, да? Наши нельзя заходить, да? Только на спальню. Я вижу следы там. все было брошено. Так и стоит все. Да, я любил тоже на таких кататься. координат вообще не могу. Очень грязно за счет того, что тут вертолеты садились. Вот тут садились, да? Прямо здесь. Большая открытая площадка, удобно. Дозаправляли, и они натаскали грязи. Они к реактору летали. А эти вертолеты? Да, блин, в исторических местах находимся. Аж не верится. Так, друзья, ну что? Едем дальше. Номер, расшифровочка. 26-е. 35 лет. Ну и Че, Чернобыль. Саша говорит, тут садились вертолеты. Для дозаправки тут достаточно грязно. Ну, на асфальте как бы безопасно. Если в какую-то грязь влезть, то не очень тут. Ну, говорит, это одна из самых популярных локаций туристов. Вертолеты садились для дозаправки здесь. То есть, они нанесли сюда наверное, когда много снега, наверное, лучше. Мне кажется, меньше, наверное. Хотя сложно сказать, что вот. Колесо, наверное, самое известное в мире, наверное. в центр. Так, поезд, я знаю, куда. Щелкино, когда строилась, я был маленький, я это помню. Как Камазы только появились, нагнали там, безостановочно строили город. конец семидесятых. Серьезный у нас сопровождающий такой. Пытаюсь подобрать слово. Ну, именно серьезный, наверное, подходит во всех смыслах больше всего к нему. Да, эти места, где тут люди, нелегалы, украдкой ходят. Мы тут ездим на мега-уазе. Спасибо Роману еще раз за организацию этого прекрасного дня. Наши где-то там рубятся сейчас. Наш корреспондент Витя, я думаю, участвует, снимает, так что мы что-то из-за провода увидим. Дом жизни. Да, ребята, каждый день здесь, ну, не знаю, там каждый день, но часто им это как хлебный сходить. Мы тут ощущаем, ох, ох, какой большие дома. частью истории себя. Три остановцы, конечно, кайпанули тут нормально. Ремонт в квартире сделали, пожили, поснимали, верб включили на шестнадцатиэтажке. На шестнадцатиэтажке. Мы просто приехали. Почувствовать эту историю, увидеть своими глазами, вам показать. Отель Полисся слева. Блин, это же центральный проспект какой-то. Серп и молот висит. Вот и отель. Блин, красивый. Так, сейчас все желательно по асфальту, никуда с асфальта не не сдвигаться. Так, куда-то ребята поехали. Мы за Диме дальше. Тут туристы нас снимают. отель Мхом Порос. Сейчас покажу вам его с улицы. Дворец культуры. А это отель основной, да, наверное? Самый большой. Сцепление у меня плохо стало выжиматься. Посмотреть жидкость. Долить. Ну, я брал с собой. сейчас дольем. У меня жидкость есть. Доливать не надо. А вот и герб. Не знаю, криосановцы этот включали или нет. Да. Говорю, шандарахнуло бы, не дай бог. Только такая страна, как Советский Союз могла людьми, ресурсами, всем просто это. Еще Союз был в силах это сделать. Похоже, это герб. Возможно, этот еще тут где-то есть, который включали. Да, гостиница по листьям. едем по городу еще. Еще основные локации, Саша проехали. Вон, телефонные будки. Тоже это известное место очень. Сохранились. Такие раньше, да, у нас на российской стояли. скляр там даже в кино снимался в такой будке, елки-палки. Да. да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, у вас 86-го года ровесник Чернобыля Подписывайтесь, друзья, на канал Кроме фроуда вот такие у нас бывают еще Мероприятия Спортзал, школа, наверное, да, школа Там на бассейн даже похоже Представляете, какой лес вырос просто За окнами у людей Сколько за 35 лет, получается, такое выросло Просто лес Город в лесу или лес в городе Лиственное все Летом ничего не видно, наверное, вот это все Заросшее вообще Да, ребятки, кто Сами лазят, конечно Это Назиметры я понимаю, но там столько показателей Это же мы так дилетанты понимаем Там Там куча показателей Может я ошибаюсь Что-то страшно, что-то страшно такое говорил Да, что грубы тут были побольше, чем в Киеве Севернее 15.33 время Очень быстро летит Будем объезжать Тут какой-то оффроуд минимальный у нас Да, тут посмотрите Чистили Какое количество снега Огромное Видно даже по этому, как Как он остался на обочине 16-ти этажки Типовые, такие как на Березняках в Киеве Ну, не только на Березняках На Аполлоне тоже такие же До сих пор как во сне Не могу поверить, что я тут езжу На своем Уазике Видите, тут уже не дочищено Так А, тут больше леса Больше деревьев Хуже растаяло Тут 16-ти этажка А что это за место Итем покажу Это мы подъехали К самой крайней феверной точке Вот там стела Снег не проваливается Слежили Дорога была? Да А, это перекрыта она Вот это типа трасса была, да? Да А, вон пост ГАИ Ёлки-палки Охренеть Охренеть точно Вот въезд Вот Это трасса Машину вот сюда Ага Припять Обалдеть вообще Круто Круто Слышишь Это Леша Это перекрыли все Интересное место А что тут по Прибору? Я здесь стою и говорю, что можно на все На каком-то Да Это шок вообще Такой въезд в город Едем, сделаем несколько фотографий Леша уже делает фотографии на ходу Когда-то тут ездили люди Что с дорогой случилось за 35 лет Но асфальт остался еще местами А говорю, асфальт тогда, наверное, лучше делали, чем сейчас 35 лет лежит Неплохо сохранился еще Да, такой въезд в город Мама, не горюй Да Вон пункт КПГАИ Вывеска еще раз в город С колесами наша левая сторона Еще терпимо Будет качать скоро Даже сложно представить, как люди вышли из квартиры Взяли деньги, документы Все Больше никогда не вернулись Что-то справа здесь тоже Какой-то Какой-то Магазин Табличка с номером дома Висит Лыси украинки Один Букву не увидел Один А или Б А мы тут и заезжали, кажется, через этот двор Это жесть Как эти подъезды выглядят Детская площадка Да Да Так в один день все раз И никто тут больше не был никогда Из детей 35 лет Тут бы остановиться, сфотографироваться Красивое место Нету рации у нас Не знаю, правда, можно тут или нет В плане Фон какой Не думаю, что тут грязнее, чем Там, где вертолеты садились Все Мы На КП выехали Большой городок на самом деле Взлет Мы С края в край проехали То въезд северный На выезд Гитарус такой Красивый Вот и побывали мы в Припяти Да, что тут скажешь Ничего веселого, но интересно очень увидеть это своими глазами Собаки красивые, красивые вообще Лапы толстые Такие дворняги бывают замечательные Живут тут Еще одна красивая Саша, оказывается, был в Фокусиме И рассказывал про мародерство Говорит, чуть не засмеялся местный Мэр региона Говорит, у нас да, действительно проблема Три мародерства за год Ну, конечно У нас все разбито Все разрушено А люди все оставили целое Много окон разбитых Говорит, что много, конечно Эти нелегальные туристы внесли свой вклад в это все Ну Так А мы будем, наверное, качнем колеса Сейчас я посмотрю Да, все Поехали Такой у нас денек сегодня получился Субтитры сделал DimaTorzok